МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый в мире стационарно-зенитно-ракетный комплекс С-25 заступил на боевое дежурство в 1956 году. Всего через год на вооружение советских частей противовоздушной обороны была принята мобильная система семейства С-75. Самый боевой и заслуженный комплекс ПВО в фильме «Оружие». Эти самолеты-призраки раз за разом появлялись над самыми отдаленными районами Советского Союза. Пилоты черных монопланов с помощью современнейшей оптической аппаратуры делали фотографии оборудованных объектов в Сибири и Средней Азии, в центральных районах России и Закавказье, в Прибалтике и на Дальнем Востоке. Они были уверены в полной безнаказанности, потому что полеты проходили на недосягаемой для противника высоте – в стратосфере. В США были уверены, что у Советского Союза нет таких истребителей и ракет, которые могли бы добраться до воздушных шпионов «Локхит-Ю-2». 1 мая 1960 года в 5 часов 35 минут по московскому времени американский высотный самолет-разведчик под управлением пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса нарушил южную воздушную границу СССР. Он двигался на север и вскоре оказался в районе Свердловска, ныне Екатеринбург. В это время в Москве на Красной площади начинался традиционный Первомайский парад. Политбюро в полном составе находилось на трибуне Мавзолея. Советский лидер Никита Хрущев нервничал, но вскоре он смог вздохнуть с облегчением. Боевым расчетом новейшего зенитного ракетного комплекса С-75 нарушитель воздушного пространства Советского Союза был сбит. Это событие имело, во-первых, широкий политический резонанс. Вашингтон уличили во лжи. Всему миру стало очевидно, что американские разведчики залетают на территорию Советского Союза и отнюдь не по ошибке. Во-вторых, подтвердилась правильность курса на создание системы противовоздушной обороны страны и развитие мобильных зенитно-ракетных комплексов. Дело в том, что советские истребители уже неоднократно поднимались по тревоге на перехват самолетов-шпионов, но безрезультатно. Истребители не могли подняться на такие высоты. Отрезвил американских военных зенитно-ракетный комплекс С-75. После того, как, если сказать грубо, завалили шпион-разведчик, то отношение к нашему вооружению стало, так сказать, очень хорошее. И в срочном порядке стали закрывать, по сути дела, границы все наши. Центральный район, мы с вами закрыли, это вот система В-200, которая так называемая была. Они много говорили, показывали. А надо было закрыть границы, закрыть районы наиболее промышленные. Для этих средств, по сути дела, подходил в то время наиболее перспективный комплекс по развитию и по огневой мощи, и по возможности. Лучшего не было просто. Это вот система С-75. Первый советский стационарный зенитно-ракетный комплекс С-25, поступивший на вооружение советской армии в середине 50-х годов, решил очень важную задачу. Он стал основой системы противовоздушной обороны Московского промышленного района. Однако и другие крупные города, развитые экономические регионы, стратегические центры нуждались в надежной защите от ударов авиации потенциального противника. Начиная с 1948 года, в США разрабатывались планы атомной войны против СССР. Чаристер, Флитвуд с применением до 100-130 атомных бомб. Наиболее тщательно проработанным был план Дропшет. План Дропшет «Последний выстрел» предусматривал развязывание превентивной ядерной войны против СССР. Начало войны было условно определено на 1 января 1957 года. В течение месяца предполагалось сбросить 300 атомных боезарядов мощностью по 50 килотонн и 200 тысяч обычных бомб. План предусматривал также разработку баллистических ракет. В этих условиях КБ номер один, главному разработчику первой советской зенитной ракетной системы С-25, было поручено создание нового комплекса. Он должен был иметь более высокие боевые характеристики. Но главным требованием стала мобильность. Новый проект получил обозначение С-75. К разработке системы были привлечены тысячи специалистов из многих научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Производством узлов и деталей занимались десятки заводов. Складывалась невиданная ранее кооперация большого количества коллективов. Для того, чтобы тысячи элементов и отдельных частей будущей зенитно-ракетной системы стали полноценной боевой единицей, требовалась серьезная сборочная база. Сборочным цехом зенитно-ракетного комплекса С-75 стало головное предприятие «Гранит». Испытательной площадкой был выбран полигон «Капустин-Яр» в далеких астраханских степях. К этому времени «Капустин-Яр» стал центральным государственным полигоном. Здесь окончательно состыковывались многочисленные узлы и агрегаты. Проверялась надежность аппаратуры. Проводились летные испытания и ракетные стрельбы по реальным воздушным целям. Проходили десятки других процедур и исследований, и лишь после этого комплекс направлялся в войска. Полигон «Капустин-Яр» по сути дела представляет большой выпускной цех. Когда с многих заводов приходит техника, сдаваемая на заводах определенными фрагментами, стекается в «Капустин-Яр», на стыковочную площадку начинается стыковка комплекса. То есть его учат смотреть, учат ракету летать и учат ракету попадать в цель. Вот эти три проблемы решаются. При разработке зенитно-ракетного комплекса С-75 конструкторы опирались на опыт, полученный при создании С-25. Однако, в отличие от предыдущей, новая система была мобильной. Поэтому многие решения приходилось принимать заново. Система создавалась в несколько этапов. В первую очередь, для прикрытия стационарных административно-политических и промышленных объектов, войсковых частей и соединений, разрабатывался подвижный комплекс на автомобильной базе СА-75 «Двина». В его состав входили радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и наведения ракет, шесть пусковых установок, вспомогательное оборудование и средства электропитания. С-75 — мобильная зенитно-ракетная система. Название по классификации НАТО — «Гайтлайн». Дальность поражения целей до 43 километров. Высота поражения целей — от 500 метров до 30 километров. Максимальная скорость поражаемых целей — 2300 километров в час. С-75 мог успешно бороться с любыми боевыми самолетами военно-воздушных сил стран НАТО. Для гарантированного поражения цели на нее одновременно могли наводиться три ракеты типа В-750. Они были разработаны в КБ «Факел». Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» — ОКБ номер 2 — было создано 20 ноября 1953 года. Основателем и первым руководителем предприятия был выдающийся инженер, ученый, академик, основатель школы зенитного ракетостроения Петр Грушин, прежде работавший заместителем Семена Лавочкина в ОКБ 301. За более чем 50-летнюю историю в КБ «Факел» созданы десятки зенитных управляемых ракет. В-750 стала первой самостоятельной разработкой только что созданного конструкторского бюро Петра Грушина. Первый пуск ракеты на полигоне Капустин-Яр состоялся 26 апреля 1955 года. В-750 Войсковой индекс 1Д Зенитная управляемая ракета с осколочной боевой частью Длина 10,6 метра Диаметр 70 сантиметров Стартовая масса 2300 килограммов Двигатель жидкостно-реактивный с твердотопливным ускорителем К полигонным испытаниям опытного образца комплекса С-75 Двина приступили в феврале 1955 года. После их успешного завершения в декабре 1957 года система была принята на вооружение и началось ее серийное производство. Решения, найденные при проектировании Двины оказались настолько удачными, что это позволило быстро перейти к модернизации системы значительно повысившей боевые характеристики. Улучшенный комплекс получил обозначение С-75 Десна. Он имел более совершенную аппаратуру выбора целей и обладал лучшей помехозащищенностью. Аппаратура и оборудование Десны имели высокую степень надежности. Было проведено несколько модернизаций С-75 комплекса. В частности, для поставки его за рубеж и оснащение кораблей Советского военно-морского флота. С 1958 года комплексы С-75 поставлялись в войска в массовом количестве и вскоре стали основным оружием войск ПВО страны. За создание первой перевозимой системы зенитного управляемого ракетного оружия ее авторы были удостоены Ленинской премии. Петру Грушину было присвоено звание Героя социалистического труда, а возглавляемое им конструкторское бюро награждено Орденом Ленина. Широкую мировую известность зенитно-ракетные комплексы семейства С-75 приобрели благодаря своему успешному боевому применению. Смотрите об этом в следующем фильме «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова